Удовольствие или поиск истины Александр Белов 29 июля 2020 Создание человека, какую цель преследовал Творец Творец создает тело человека разумного и помещает его на высших планетах нашей галактики Млечный Путь где у человека существуют идеальные условия для жизни и творчества и познания мира и самого себя Изгнание из рая – это библейская легенда указывает на реальные события прошлого, когда космические предки земных людей были изгнаны из высших планет на Землю из-за нежелания следовать предначертанному пути человека Карманьонцев на Земле было мало Они позабыли истинную причину, по которой их предки были изгнаны из высших планет нашей галактики Смутное вспоминание об этом событии сохранилось в древних мифах Для того, чтобы выжить на этой мало обустроенной для жизни человека планете, поневоле пришлось включить мозги Со временем разумных людей на Земле становилось все больше и больше Тем не менее, способность к мыслительным операциям сокращается у человека по мере увеличения числа людей Мыслительные способности карманьонца были выше, чем в мыслительной способности современного человека Масса мозга в среднем 1550 грамм превышала массу мозга современного человека на 200 грамм У современных людей наблюдалось снижение мыслительных способностей и сокращение массы мозга в среднем 1350 грамм по отношению к их далеким предкам Вот здесь мы видим теорию перенаселения Земли Томаса Роберта Майтуса Неконтролируемый рост народа населения должен привести к снижению благосостояния голоду на Земле Численность населения, геометрическая прогрессия, обеспеченность пищи, арифметическая прогрессия наступает По неболе точка кризиса в пересечении образуется голодающее население Это по Майтусу Теория инволюции Белова Способность к пониманию населения снижается Это арифметическая прогрессия, численность населения, геометрическая прогрессия Вернее, так сказать, способность к пониманию населения растет, но она растет арифметическим образом Численность населения, геометрическим сростом населения, познавательная способность людей неуклонно снижается Такой вывод Это происходит, несмотря на наличие доступной информации, интернет, мобильной связи и другое Информационные технологии, развивающиеся бурными темпами в последние годы, призваны восполнить дефицит понимания осознанию современных людей Однако информационные технологии не способны заменить мысленные способности Мыслительные способности – это временная мера, призванная лишь отсрочить падение мыслительных способностей населения В последние десятилетия появились электронные костыли, скрывающие, камуфлирующие индивидуальную психологическую хромоту Участие населения, связанное с падением осознанности Ну и всякий наукообразный рзац создает лишь видимость осознания Промежуточный вывод Информационные технологии не являются панацеей И в долгосрочной перспективе не способны остановить ухудшение мыслительных способностей населения Более того, они, то бишь информационные технологии, являются электронными костылями для слабеющего ума современного человека Внешняя память, компьютер, мобильная связь, интернет и так далее Используются людьми как информационные суррогаты, при которых индивидуальные мыслительные способности не улучшаются, а ухудшаются Стагнируют, по крайней мере, при информационном сбое, внезапном отключении электричества, временном разрушении информационной структуры связи и так далее Современный человек окажется незащищенным и неподготовленным к отсутствию под рукой нужных информационных ресурсов Это может вызвать психологический шок и каскадную волну резкого падения уровня осознанности мышления как следствие и поведение людей тоже Дарвиновское государство внушает людям, что в этой жизни выживают наиболее приспособленные Лучшие борются за власть и владеют ей по праву силы При этом их власть не ограничена никакими нормами морали и нравственности Ценится только врожденное качество индивида Такое положение оправдывают современные генетики При этом от широкой публики скрывается другая часть правды Что от усилий личности, затраченных на повышение уровня своего собственного сознания, зависит качество его жизни Либо человек будет послушной марионеткой в руках алчных правителей Либо творцом своего собственного сознания и дальнейшей судьбы Найдены мозговые системы ада и рая у человека Это еще 60-е годы прошлого века Первыми с ними вплотную столкнулись нейрохирурги Атырай человека были нащупаны кончиком электрода Они лежат близко друг к другу и тесно взаимодействуют Атырай находится в голове у человека Стимулирование этих зон мозга указывает на материальную природу чувства и ощущений С которыми нематериальный дух человека начинает отождествлять себя в процессе жизни В мозгу человека обнаружены центры самопоощрения и самонаказания Они включаются, когда человек выполнил хорошую работу Которая вызывала у него интерес Или, напротив, не сумел достичь ожидаемого В ходе своих экспериментов Хосе Дельгада В прошлом веке еще пришел к выводу Что при раздражении лимбической системы мозга позвоночного животного Или человека Электричеством можно вызвать реакции страха, паники Угнетенного состояния, голода, сексуального возбуждения, эйфории и т.д Можно управлять животными и человеком Стимулируя у них центры удовольствия или наказания Расположенные в латеральном гипоталамусе При этом получаемое наслаждение намного превышает удовольствие от секса или еды А получаемое наказание превышает наказание от реальных проступков Нейрофизиолог Ну и надо сказать, что, в общем-то, поведение, вызываемое электрическим раздражением структур мозга Зависит также от той среды, в которой содержатся животные То есть от коллективной настройки Нейрофизиолог Джон Лили и дельфин Эксперименты в науке Научить английскому языку и пристрастить коллозде Через это преодолеть межвидовой барьер, наладив коммуникацию Такая была цель у Лили Животные, как и человек, способны испытывать эмпатию Это удалось выяснить в течение 10 недель В 1965 году молодая женщина-ноучный сотрудник Лили, Маргарет Хоу, жила с дельфином по имени Питер Они жили в техтично затопленном двухкомнатном доме Вода была достаточно мелкой, чтобы Маргарет могла продвигаться по комнатам И достаточно глубокой, чтобы Питер мог плавать Реакция собаки на агрессию Собака способна также индуцироваться человеком Но наоборот Мозг собаки в каком-то смысле читает мысли человека Собака, как его существо коллективное Подобное явление происходит и в мозгу собаки Когда она проявляет агрессивную реакцию по отношению к человеку Который лишь только задумал, например, сделать что-то плохое Например, ударить собаку палкой Массовые весенние и осенние демонстрации трудящихся в СССР Стимулировали область мозга, связанную с коллективным наслаждением Те, кто был на трибунах, также ощущали небывалый подъем И творческий прилив силы, эйфорию Коллективное стимулирование зон мозга, связанных с удовольствием Во время массовых зрелищных мероприятий Порождает привыкание И требует повторное и все возрастающее увеличение стимулов Во время коллективных музыкально-зрелищных мероприятий Происходит перекрестное стимулирование зон мозга, отвечающих за удовольствие Ритуальные танцы, ритмический бой барабана Воздействуют особым образом как на танцоров, так и на зрителей Стимулирование эмоционально-гормональных зон мозга, связанных с едой, сексом, курением, алкоголем Просмотр порнофильмов вызывает у зрителей ответную стимуляцию зоны гипоталамуса, отвечающей за сексуальное возбуждение Прототипов этим порнофильмов были древние оргии и мистерии, посвященные возрождению новой жизни Зрители также были деятельными участниками этих представлений Человек, отдающий время любимому делу, сам стимулирует зону мозга, связанную с удовольствием, с постижением нового, с открытиями и прозрениями При этом сам же учится управлять этим процессом Это выгодно отличает творчество от коллективной манипуляции сферы общественного сознания Радость создания нового коронавируса у генного инженера затмевает все другие жизненные радости Ну вот, например, пионер отечественного психозондирования Сомирнов Игорь Викторович, академик Раен Ныне покойный возможность диагностировать и корректировать психическое и физическое состояние человека путем прямого доступа в семантическую память Такими, в общем, он разработками занимался Ну и вот, в одной из презентаций этой работы разработана готов к использованию принципиально новый вариант психозондирования Позволяющий выявлять лиц, в том числе и среди маконационального разноязычного потока авиапассажиров Имеющих террористические, криминальные и другие социальные намерения В настоящее время появился новый вид зависимости Это аудионакротики, цифровые наркотики, звуковые файлы Ну, в общем, это еще 2008 год, пик приходится 2009 распространители цифровых наркотиков утверждают, что они являются безвредными Однако ученые отмечают, что эффект воздействия звуковых фоем может быть губительным Головной мозг начинает перенимать неправильную частоту Меняется электрическая активность головного мозга в сторону патологии Через правый наушник подается звук одной частоты, через левый звук поступает с другой частотой В результате наш мозг не может разобраться, какая именно В общем, частота воспринимается, встает аварийный режим работы Кого-то это вызывает эйфорию, а кого-то наоборот В общем, все это может привести к деградации развала личности Расфокусировки сознания Инфросвуковое оружие может вызывать у людей паническое состояние Потерю контроля над собой, непреодолимое желание укрыться от источника поражения Неосознанное желание Изначально устройство позиционировалось как средство разгона демонстрации В дальнейшем его функционал расширили и признали эффективным в качестве защиты от нападений террористов, пиратов Вспомогательного средства приведения боя в городской местности А также средство усмирения агрессивно настроенной толпы Щит Шопот позволяет эффективно локализовать беспорядки, создавая звуковые барьеры При этом оставаясь безопасным для людей Видимо, по ту сторону щита Шопот вышла новость о том, что в 2018 году Росгвардия хочет закупить три десятка комплектов системы нелетального акустического Здесь фишопот, видимо, это было сделано Головной мозг человека, как наиглавнейшая часть организма, создан для того, чтобы человек постигал мир и самого себя При этом опыт, накопленный в прошлых жизнях, определяет рождение в новой жизни Когда человек пытается приспособить мозг только для извлечения удовольствий То и возникает деградация личности и привязанность к материальному телу Как инструменту извлечения удовольствий Мы совсем не Кобейн, который считал, что лучше сгореть, чем тлеть Нам нужно долго жить и наслаждаться А говорят современные гедонисты Современные технологии, медицины, я думаю, один из гедонистов говорит Нам помогут Ну и, как говорится, приводятся слова из предсмертной записки Кобейн, а лучше сгореть, чем тлеть, который умер молодым Победитель создания роботов-гедонистов Люди, окончательно отожжившие себя с материальным телом Будут затянуты в инфернальную воронку инволюции после гибели нашей цивилизации Те души, которые вовремя включили мозги, осознают, что они не есть тело, а чистое сознание Они воплощаются и возвращаются к Творцу и становятся его неотъемлемой частью Спасибо за внимание Спасибо за внимание